будет наказывать и губить те народы, которые не поклоняются единому Аллаху. Поэтому, если происходят сегодня какие-то катаклизмы, где-то пожар грандиозный, где-то наводнение, это может быть как раз-таки Божья кара за неповиновение и за неверие. И во все, что случается с нами из плохого, это причина наших собственных грехов. Вот поэтому, уважаемый джамагат, именно очень важно бояться своих грехов. Бояться, как самое страшное, как причина, что с нами же случается, именно наши грехи. И этим аятом Аллах нас предупреждает, что ни одно поколение, ни один народ не может быть уверен, что если он бунтует против Всевышнего, что если они ослужат Аллаха и его пророков и посланников, что Аллах их никак не накажет. Никто не может быть в этом уверен. Аллах их накажет и наказывает ежедневно, будь это в большом масштабе или в маленьком масштабе. Будь это в масштабе одной личности, конкретно этого человека наказывать. Или в масштабе одной семьи. Или в масштабе какого-то района. Вот Горел, да, недавно, Джабек, Запасный. Или в масштабе страны, или в масштабе нескольких стран, но за неверие, за неподчинение Аллах, Субхану Тааля, наказывал и будет наказать. И в 18-м аяте Аллах Всевышний говорит, «Казэли кинэв алю бил муджри мил». Так мы поступаем с грешниками. Но, уважаемый джамагат, во всем есть своя мудрость, даже в этих наказаниях. Есть изречение пророка Мухаммада, мир ему. Он сказал, тиран – это меч Аллаха, которым он наказывает, оступившийся от истины мусульман. А затем Аллах избавится, уничтожает самого тирана. То есть иногда Аллах, Субхану Тааля, таким образом наказывает самих мусульман, тоже есть благо. И мы должны понимать, почему это произошло. То есть не только обвинять, когда какие-то пришли беды и проблемы, не только кого-то обвинять стараться, это во всем он виноват, но оценить себя. То есть если с нами случилась беда, есть у нас такой руководитель тиран, такой правитель тиран, то посмотреть как раз-таки не в нас ли дело. Ибо соответственно этому хадису, пророк Аллах, Алейхи Саляту Ас-Саляма сказал, что Аллах таким образом, мечом тирана вот этого, наказывает мусульман за их проступки, за их грехи. Вот таким образом, уважаемый Аджимагар, Аллах ведет и контролирует. А именно контролирует, торбели, воспитывает, содержит. И в этом очень большая мудрость, которую мы подчас не можем понять. И мы очень часто видим все однобоко. Пришла проблема, пришла беда, все, мы стараемся кого-то искать виноватым, и мы думаем, что для нас это опять же плохо. Но возможно, в том, что мы видим на первый взгляд плохое, для нас есть благо. А в том, что мы видим благо, наоборот, для нас есть бред. О чем и говорит Аллах Субхамат Агали. То есть, эту мудрость улучшать свои поклонения, улучшать свою нравственность, улучшать избавляться от грехов, от плохих привычек. Да, но в этом видит, знает всю мудрость только Аллах Субхамат Агали. Ибо даже есть такое, что ученые говорят, признак того, что Аллах любит этого человека. Как только он совершит какое-то плохое деяние, или же намерится, Аллах его тут же накажет, тут же его предупреждает. Тут же наказание посылает, что Аллах не любит его? Только он что-то плохое сделал, Аллах его накажет, остерегает тут же. Понимаете? Второй признак это, когда во сне он, некоторые говорят, вот я видел, вот он в раю, вот он лежит. Нет. Такому человеку, которого Субхамат Агали любит, наоборот, предостережение, какие-то страшные моменты, некоторые моменты, когда предостерегает его от того, чтобы не совершать грех. И третий момент, у этого человека всегда есть свой личный проповедник, свой стоп-кран, который только лишь при намерении совершить грех у него удерживается, у него сразу внутренний голос говорит, это нельзя, это будет плохо. То есть у него постоянная такая работа над собой, постоянно вот такие предупреждения идут от Аллаха, наказания, какие-то болезни, это не говорит, что это плохо. Аллах его любит, Аллах его тем самым удерживает. И только Аллах Субхамат Агали знает лучше.